Февраль 2020 года. Обыск, арест. Два обвинения в получении взятки в 2 и в 5 миллионов рублей. 11 месяцев СИЗО и вот 25 декабря Олег Кузнецов отправился в своеобразный отпуск под домашний арест. Сегодня рассмотрение апелляции обвинения. У органов позиция простая. На время следствия преступник должен быть в СИЗО. Олег Кузнецов прибыл в суд сразу с вещами. Экс-чиновник и четыре его адвоката попросили суд удалить представителей СМИ из зала суда. У нас, честно, надо подумать над тем вопросом, что в деле имеются материалы, составляющие государственную тайну, и если кем-то из участников могут быть озвучены какие-то моменты. Поэтому я считаю, что не допускается массовой информации. Какие государственные тайны могут быть при рассмотрении дела о взяточничестве? Далее происходит вообще немыслимое. Открытое судебное заседание внезапно становится закрытым. Олег Кузнецов попросил удалить прессу из зала заседаний, ссылаясь на то, что хоть оборудование по требованию судей и не работает, а телефоны есть у всех. На предложение от журналистов оставить телефоны за порогом зала заседаний, но самим никуда не уходить, суд попросил прессу все же покинуть зал. На данный момент готовится коллективная жалоба на имя председателя Забайкальского краевого суда от присутствующих корреспондентов. Через 15 минут ожидания перед закрытой дверью было оглашено решение. В виде домашнего ареста в отношении Кузнецова Олега Васильевича на 1 месяц 14 суток, то есть по 8 февраля 2021 года, отменить ходатайство следователя по особо важным делам. Безвизорковое контрольное творить, продлить Кузнецову Олегу Васильевичу срок снижения по сражению на 1 месяц всего до 11, месяца 27 суток, то есть по 8 февраля 2021 года. Взять обвинение Кузнецова под стражу взялись сюда. Прилицемное представление прокуророза ВКС-Порта Рашову будет строить. Кандалы конвой увели. Олег Васильевич не намерен скрываться от следствия или суда и намерен доказать свою невиновность по данному уголовному делу. И в данном случае мы, конечно, не согласны о том, что отменено решение суда первой инстанции и уже согласовав позицию как со своим подзащитным и со своими коллегами, мы намерены обжаловать вышестоящую инстанцию. Напомним, уголовное преследование Олега Кузнецова началось после показаний предпринимателя Ольги Левочкиной. Вместе с мужем она проходит более чем по 30 уголовным делам. Открытые судебные заседания по контрабанде леса на 2,7 миллиарда рублей еще не начались. Вячеслав Батлинский, Антон Доценко, ЗАП-ТВ